Всем привет! Сегодня будем с вами болтать про мультики. Вчера я об этом рассказывала через скок, и вот решила снять отдельное видео. Это будет видео-болталка. Оно вам понравилось, это видео, поэтому давайте сегодня поговорим именно про мультики. Ну, начнем с того, когда можно давать детям смотреть мультики, с какого возраста. Психологи, педагоги советуют чем позже, тем лучше. То есть, желательно там не раньше трех лет. Но давайте мы все о себе признаемся. Ну, не все, наверное, конечно, я не буду обобщать, постараюсь с ним обобщать. Многие это делают намного раньше, чем три года, и некоторые долго это делают, в том числе и я. Про нашу историю я расскажу, наверное, вот в конце видео, но сейчас по базовым моментам пройдусь. В общем, мне раньше трех лет советуют. Почему? Потому что это очень сильно влияет на психику, на нервную систему, на развитие речи. И на все-все-все-все-все вообще влияет. Далее, сколько можно ребенку смотреть мультики? Там, не больше 15 минут. Это какой-то подожди или выключи, называется, да? Ну, естественно, я тоже даю больше 15 минут смотреть. Советую еще мультики не показывать сразу, после того, как ребенок проснулся и перед тем, как он ложится спать. Не важно, на ночь или на дневной сон, потому что, опять же, это подорожит нервную систему. Но сильно надо обращать внимание на то, как ребенок ведет себя во время просмотра мультиков. Как они на него влияют. Как он после этого себя ведет. Если у вас с этим все в порядке, то беспокоиться не о чем. Также стоит посмотреть на то, как ребенок себя ведет именно во время просмотра мультиков. То есть, может быть, это вот какие-то такие навязчивые движения. Может, это вот так вот. Может, ему что-то надо ковырять. Может, ему надо палец во рту сосать. Вообще, вот это вот все, что пальцы делают, у нас и речь на кончике пальцев. Если это активное развитие речи, идет такой возраст где-то год, то тогда надо просто это себе записать, да? Что вот у ребенка нервная система перегружена из-за того, что очень много речи. И в основном в мультиках он это слышит, но он не видит, как говорят губами люди, да? Вот там, или герой мультиков. Поэтому надо находиться рядом с ребенком. То есть, как бы для нас мультики не были бесплатные теле-няни, когда ты можешь включить мультик, выключить ребенка, по сути, и пойти там сама что-то готовить или убирать, или что-то делать, лучше быть во время просмотра мультика вместе с ребенком. И вот если вот это вот идет что-то с пальцами, то, например, с ним разговаривать, рассказывать ему, что там происходит. Да и даже если с пальцем вот этого нет, то вы должны быть рядом с ребенком и вместе с ним проживать этот мультик, вместе с ним рассказывать ему, что там происходит, а зачем этот герой сделал так, а зачем так, а что, почему. То есть, это совместное времяпрепровождение. Дальше на что стоит еще обратить внимание. На вот такие раскачивания, если они есть. На вот битье головой во время мультиков. Какие-то вот выкручивания себе уха. Может быть, там мальчики с PCSSV играют, если без подгузника. С пупком, пупок ковыряют, там что-то еще вот. Там грызут что-то. Если такое есть, то это свидетельствует о том, что идет перегруз нервной системы. И вы должны быть с ребенком для того, чтобы отследить, в какой момент это начинается. Если это начинается сразу, то значит мультики на какое-то время лучше вообще убрать и посмотреть через некоторое время, заново попробовать, посмотреть, вернулось ли оно. Это опять такая ситуация или как-то что-то поменялось. Если это начинается где-то посередине мультика и на определенном мультике, то вы можете сделать какие-то выводы. Если там посередине мультика, то может быть слишком долго смотрится. Если на определенном мультике, может быть слишком яркий, слишком шумный, слишком агрессивный, непонятный для него мультик, для ребенка. И тогда стоит подсказать что-то другое. То есть вот на это я вам советую обратить внимание. И, как я сказала, мультик – это совместное предпровождение, ну, должно, желательно должно быть, да, совместным времяпровождением с ребенком. Мы начинали смотреть мультики рано, очень рано. Сейчас вот я понимаю, что это очень рано было, где-то в 6 месяцев. Но мы смотрели «Тинни лав». «Тинни лав», «Тинни лав». На русском языке это такое, наверняка многие знают, такой медленный мультик, показывают, там, «Привет», «Как дела?», «Песенки какие-то». Ребенку очень нравилось. Потом мы начали… Показывали мы мультик, мы этот сначала с утра и вечером. Потом, когда пришло лето, мы его показывали только с утра. Ну, когда больше гуляешь на улице, больше времени проводишь на улице, мы показывали только с утра. И всегда я спасалась мультиками, когда ребенок болеет. Прям мы чуть ли не постоянно могли смотреть мультики в течение всего дня. То есть не прямо с утра включили, вечером выключили, а то есть там посмотрели мультик, там, ребенок там себя плохо чувствует. Я считаю, что он имеет право смотреть мультики и мне хоть какой-то отдых. Там посмотрел мультики, там, мы даже вместе с ним полежали на диване, там, поиграли. Потом опять посмотрели мультики, опять поиграли. Опять посмотрели мультики, поспали. Опять посмотрели мультики. Вот так в течение всего дня, когда там резали зубы, когда он болел, когда там… Ну, вот, в общем-то, когда такие вещи случались. Сейчас я ставлю мультики ему, опять же, летом мы все были на… У нас такая же традиция, мы просыпаемся, Тимка идет на диван, там, с папой тоже. Мы все там на диване сидим, доброе утро друг другу говорим, включаем мультики, и вот мы идем как-то там. Завтра готовить, умываться, чистить зубы, Тимка сидит, мультики смотрит. Это у нас уже такой ритуал, который по-хорошему, я считаю, не совсем правильный, но очень удобный для нас. Правильно и удобно, да, то есть у нас победило удобно. И сейчас он у меня отращивает зубы свои последние, и мы мультики смотрим еще и вечером, после того, после дневного с нас смотрим мультики. Перед сном я мультики стараюсь мне давать смотреть, ну, только кроме там, какая-то температура большая, когда вот он прям вообще не может. Потому что у нас это влияет на сон. Я вижу, что это влияет на сон, как бы кто со мной не спорил. Это у нас на сон влияет. Вообще перед сном должны быть такие, что это спокойные игры, игры, книжки, что-то, чтобы ребенок не носился. Вот что-то такое спокойное. Но я, если честно, ставлю ребенку мультик и иду там заниматься своими делами. Я могу умыться, я могу что-то приготовить. Он ко мне там подходит, мама переключи, смотрим на YouTube. Мама переключи, мама там, то, мама это. То есть мы как-то постоянно взаимодействуем. Я там с ним посижу, расскажу, потом он дальше сам смотрит. Я там с ним посижу, посмотрю, потом он дальше сам смотрит. Или как-то он ко мне приходит. То есть это вот не то, что ребенок засел на час смотреть мультики. По времени стараюсь, чтобы было не больше получаса. В реальности это выходит где-то около часа со всеми этими вот там. Пойдем дубы почистим, пойдем подгузник поменяем, или пойдем в горшок сходим, пойдем на перекусим. То есть в это время все идет мультик, и вот все это время занимает где-то час. Это не час постоянного просмотра, это вот час включенной мультики. Что там я еще хочу сказать? Да, еще мультики нас очень выручали одно время в машине, да и сейчас я всегда езжу с айпадом, на котором закачаны мультики, потому что если пробка и ребенок орет, а я за рулем, я могу, то есть если кто-то сидит сзади, я там могу с ним поиграть, что-то ему рассказать, показать, но если я еду за рулем, я не могу его как-то развлекать сзади, поэтому я ему ставлю мультик, и он спокойно там сидит в пробке. Только пробка рассосалась, я выключаю мультик, закрываю айпадом, и едем, смотрим, рассказываем там про машину. То есть ему скучно в пробке, а когда он был маленький, он прям там что-то одно время у нас истерил в машине, и это было для меня действительно спасением, когда надо куда-то съездить. Какие мы мультики смотрим сейчас? Я, наверное, постараюсь найти все ссылки, оставить внизу, чтобы не забыть. На самом деле мы смотрим все, и периодически это меняется. Вот вчера в Перископе обсуждался мультик Маши и Медведи. Это Маша и Медведи, вернее, ну все знают этот мультик. Это хороший мультик, но для детей постарше. В плане хороший, с моей точки зрения, с разрослым, он там смешной, действительно там можно посмеяться, и когда первый раз я его смотрела, там я правда смеялась, ну все смешно, типа Тома Джерри нашего. Но для маленьких детей он может быть не очень хорош, в плане того, что, во-первых, герои там мало разговаривают, во-вторых, Машенька себя не сильно хорошо ведет, а дети как бы как губка все впитывают и все в себя выбирают, поэтому, если какое-то поведение у ребенка, посмотрите, какие мультики смотрят. Здесь какое-то не то поведение, обратите внимание на мультики, может быть это из-за них, может нет. Дальше, что очень активный мультик, и для маленьких детей это будет перегрузка нервной системы определенно, но опять же вопрос индивидуальный, смотря у кого какая нервная система, насколько она подвижна, смотрите по своему ребенку, ну тоже лучше попозже ставить. Я считаю, что примерно должны идти так, мультики сначала Тинни Лав, потом Малышарики, прекрасный мультик, там есть большой плюс, то, что там есть закадровый голос, как бы мамин голос, то, что по идее вы должны говорить на каждом мультике, ой, а это что? А что ты сделал? А почему ты сделал? А это хорошо? А это плохо? Не надо так делать. Она так спокойно и медленно это говорит, что вот детям это, детям как бы объясняет, что происходит в этом мультике, потому что это для нас понятно, для них это непонятно. Также Малышарики мультик очень такой правильный, там что-то постоянно рассказывают, там про фигуры, про какие-то там правила поведения, что надо говорить привет, что надо говорить спасибо, что надо говорить пожалуйста, то есть какой-то полезный мультик, что-то от него какая-то польза есть. В этом плане опять же Маша и Медведь, ну то есть там, ну Маша в конце говорит, что да, там зря я наверное набедокурила, но в следующей серии она делает то же самое, как и в лунтике. В лунтике тоже есть там познавательный какой-то эффект, что там вот нельзя вести себя как гусеницы, но смысл в том, что в следующей серии они делают тоже как-то плохо. Ну может это с моей точки зрения так, все очень субъективно, я вам сейчас делюсь своей точки зрения, там как мамы, психолога, и вообще вот то, как я к этому отношусь. Поэтому если вы другого мнения, я ваше мнение уважаю, принимаю, ну вот у меня вот такое. Дальше, мне очень нравится тюди Маша, это канал Капуки-Кануки, а потом Лёва Грузовичок, это тоже их канал, и желтый трактор, нет, не желтый трактор, синий трактор, вот эти песенки очень хорошие, тоже мне нравится. Ну так же мы смотрим распаковку яиц, так же мы смотрим героя нашего города про машинки, мы смотрим, ну еще каких-то вот этих детей, ютюбок когда-нибудь там что-то распаковывают, что-то показывают. По настроению, у нас вот ютюб на телевизоре высвечивается, вот эти вот все окошки, ребенок подходит, там тыкает, вот это хочу, потом там надоело, вот это хочу. На ипаде он уже сам тыкает, что он хочет, это все в нем включается, он только рекламу еще не умеет пропускать. Опять же, почему вы должны быть рядом с ребенком, когда он смотрит мультики, если это интернет, если это там не диск, чуть ли не сказала, не кассета, ребенок 90. Если это не диск, то там все равно будет уйти какая-то реклама, и она может быть не того формата, который нужен ребенку, который можно показывать ребенку, поэтому вы должны быть рядом, чтобы банально ее пропустить. Да, еще хотел сказать, мультики на английском языке, это прекрасно, это замечательный вариант развития. Если у вас билингвистическая семья, то прям смело ставьте. Если вы хотите воспитывать билингва, тоже ставьте, но как у всех билингвов может быть, как у всех билингвистических детей, может быть задержка речевого развития. То есть тогда не пугайтесь, если вам в районной поликлинике, когда у вас ребенок два года особо ничего говорить не будет, вам поставят задержку речевого развития, вы не пугаетесь, а просто знаете, что если ребенок смотрит мультики на двух языках и общается на двух языках, то это вполне нормально. Предупредите тогда врача, что у вас ребенок билинг. Если вы собираетесь сами, там с ребенком разговаривать на английском, смотреть мультики на английском, тогда просто имейте это в виду. Я на английском мультики не ставлю. Если бы мы жили в стране англоязычной, то наверняка бы ставила. Мы живем в России. Я с ребенком на английском не разговариваю. Может, это моя лень, может, это какое-то мое упущение, чтобы было бы хорошо, но я пока на это не готова. Я не уверена, что я смогу правильно все сделать. Поэтому только на русском мультике. Также в мультиках хорошо, чтобы кто-то разговаривал. Поэтому мне нравится очень тетя Маша. Это живой человек, который говорит живыми губами на нашем с вами языке. И ребенок учится при этом говорить, учит какие-то фразы. особенно в хорошем мультике там «Ой, что это?» Подождали. «Правильно! Это круг!» «А какого цвета круг?» И хорошо бы, чтобы была мама, которая тоже спрашивала. «Там, Тимочка, а какого цвета круг?» И он понимал, что надо делать. Да, еще в мультике это... Еще в мультике это забыла сказать, что в мультике это еще спасение в ресторанах. Если вы с ребенком уходите в рестораны, то заметите, что там практически все с айпадами, с айфонами. У меня дальше сейчас реклама появилась по телевизору или где-то я видела, как раз, может быть, на Ютьюбе, что вот там у ребенка падает мороженое, и родители быстро ему включают мультики, чтобы выключить ребенка. Ну, давайте будем честны. Мультики нужны именно для этого, чтобы маме дать свободное время, а не то, что он так сильно нравится ребенку. Ребенку будет нравиться то, что он видит, то, что он играет. Если он ни разу не видел мультики, ну, не знаю, нравится они ему или нет. Некоторым не нравятся мультики, кстати, из детей. Некоторых они вообще не впечатляют. Да, еще хотел сказать про фоновый телевизор. То есть мы говорим о том, что детям нельзя включать мультики раньше трех лет. Пусть современные психологи, врачи это уже, конечно, отрицают, что это раньше было, не раньше трех лет надо ставить мультики включать. И действительно, в моем детстве наверняка так и было. То сейчас мы живем в другое время, мы сейчас живем в других условиях, и все дети смотрят мультики, но большинство, и они в этом живут, и им надо банально там что-то обсуждать в садике или там в школе. Это среда, в которой растут наши дети. Поэтому, стараясь не включать мультики рано по возрасту, не забывайте про телевизор, который играет фоном. То, что телевизор играет фоном, это то же самое, только это, или там компьютер, не знаю, у вас кино какое-то играет. Это то же самое, это тоже просмотр какого-то видеоконтента, просто не специализированного для детей, не предназначенного для детей. То есть, это равно. Если вы с рождения смотрите телевизор по ребенке, то считайте, что у вас ребенок смотрит с рождения телевизор. Это одно и то же. Хорошо это или плохо. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо, я просто говорю, что это так, что на фоне, когда играет телевизор, это считать, что ребенок смотрит телевизор. Даже если он в него не втыкает вот так вот глазами, даже если вот он мимо него проходит, он все равно смотрит телевизор. Также отдельное внимание хочу уделить мультикам и телевизору во время еды. Ребенка намного проще и эффективнее накормить, перернуть перед телевизором. Опять же, это нехорошо, это неплохо, это так. Но мне кажется, что каждый родитель знает, на что он готов, на что он не готов, что он приемлет в своей семье, что он нет. Поэтому давайте не будем давать никаких оценок никому. Я для себя решила, что я ребенку во время еды мультики не показываю. Если я показываю мультики, то это скорее исключение, чем правило. Во время еды никаких мультиков. Объясню, почему такой выбор сделала я. Потому что, когда ребенок смотрит мультик, он в мультике, то есть дети, они очень увлекающиеся во мультике. И он не чувствует того, что он ест. То есть он не чувствует, у него нет чувства насыщения, у него нет чувства того, что он поел, то, что он не включен в процесс поедания пищи. Он не включен в процесс еды. И в дальнейшем, как меня учили, как психолога, чисто теоретически, это может вызвать какие-то нарушения в пищевом поведении. То есть ребенок может заедать свой стресс, или он может не контролировать, что он ест. Или в разной могут быть ситуации, не обязательно, что они будут. Не обязательно. Но они могут быть. Именно поэтому я сделала такой выбор в свою пользу. Именно поэтому я сделала такой выбор в нашем случае. Ваш выбор остается за вами. Я просто объяснила свою позицию. И расскажу про себя немножко, что я в детстве, даже не в детстве, в школьный год, это достаточно в взрослом возрасте, в 11-12-12, там у нас был канал Николодиум, Fox Kids. Я могла смотреть телевизор сутками. Я думала, что детям запрещают смотреть музыки? Это же круто, это интересно. Я смотрела эти музыки. Эй, Ронольд, что там у нас еще шло? Кота, Пес. Вот просто у меня был, у нас было кабельное телевидение, по-моему, там Акадо, или вот что-то такое. Я переключала Fox Kids с Николодиумом, Fox Kids с Николодиумом, Fox Kids, и вот так вот, я могла вот так вот целый день сидеть и втыкать в этот телевизор. И я считала, что это очень круто. Но. Сейчас я выросла. Я считаю, что чем меньше мультиков в жизни ребенка моего, тем лучше. Тем лучше. Потому что я на себе чувствую те ощущения, когда ты целый день или там хотя бы час смотришь эту распаковку яиц. И когда вы мне говорили там, да вы тупеете от этих мультиков, ну ты правда. Я, я, я про себя говорю, я правда от этого тупею. То есть как-то зомбируешься этим. Есть хорошие мультики, я ничего не говорю. Но я считаю, что чем меньше мультиков в жизни ребенка, тем лучше. Это мое мнение. При этом у меня у ребенка в жизни достаточно много мультиков. Вот такая вот, 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 что происходит, вот так оно есть. Я считаю, что ребенка лучше развлечь чем-то каким-нибудь рисованием, лепкой, той же игрой в машинки, игрой в прятки, бегать, заниматься с ребенком. Это самое лучшее, что может быть. Но мы все живые люди, мы хотим отдыхать, мы хотим комфортно себя чувствовать, мы хотим, чтобы у нас было дома приготовлено, убрано и вообще мы хотим посидеть, не знаю, в телефоне. Или хотим, чтобы ребенок не плакал, как-то его успокоить. Это наша жизнь, это наши реалии, в этом нет ничего предусудительного. И я вам честно говорю, как есть. Что я считаю, что в идеале должно быть так, но сама делаю, но сама делаю по-другому. Не так, как я считаю, должно быть в идеале. Потому что потому, что кончается на ум. Вот. Надеюсь, как-то тему я раскрыла, и надеюсь, вам это будет интересно. Напишите, пожалуйста, ваше мнение о мультиках. Единственное, попрошу особо эмоциональных девушек никого не обижать, потому что мы здесь все разные, все люди разные, у всех свои мнения, они имеют на него право. И они имеют у всех разные мнения, они имеют на него право. Так что давайте оставаться толерантными, давайте оставаться добрыми, милыми девочками, милыми мамочками, каких я вас знаю, каких я вас люблю. И спасибо большое за просмотр. Постараюсь оставить ссылки на мультики, которые я больше всего люблю, я больше всего люблю, до своего ребенка. Внизу под видео вы тоже оставляете какие-то ссылочки, если там вам есть чем поделиться. Пишите комментарии, ставьте лайки этому видео. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok